Доброе утро! В эфире «Арсенал» с вами Дмитрий Лобейко. В особой атмосфере прошел в Беларуси День знаний. Уроки мира в учебных заведениях провели в том числе военные. На факультете Генерального штаба первые лекции прочитали министр обороны Виктор Хренин и государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович. Они проинформировали слушателей об обстановке в мире, стратегии развития вооруженных сил, новых подходах в управлении войсками. Торжественная церемония посвящения в Суворовце прошла на плацу Минской кадетки. Более сотни воспитанников получили алые погоны из рук именитых выпускников. В мероприятии приняли участие руководители силового блока страны, ветераны училища. С 1 октября вводим в Центр дополнительного образования именно по военной направленности, который включает в себя такие виды, как обучение управлению БПЛА, тактическая стрельба, тактическая медицина. Так как офицер должен быть высоко оборудированный и разносторонний, также будем детей обучать фотографированию, развивать направление музыкальное. Для этого создана студия звукозаписи. Подразделения Белорусской армии продолжают выполнять задачи по охране государственной границы. На некоторых направлениях задействованы силы специальных операций, особо опасные участки усилены тяжелой техникой. На южные рубежи вышел наш корреспондент Сергей Чураков. Обстановка вокруг Беларуси сложная. С южной стороны напряженность подогревается регулярными провокациями и негативными заявлениями в адрес Минска. Прямо у ленточки растянулась вооруженная группировка численностью свыше 100 тысяч человек. Подразделения Белорусской армии выдвинулись поближе к рубежам, как говорится, на всякий случай. До границы недалеко, но боевая техника к ленточке не выходит. Никто не собирается провоцировать южных соседей. Войска удерживают оборонительные позиции и в готовности отразить атаку. Прибыли в данный район для усиления южных районов государственной границы. Заняли и оборудовали лагерь. Дальше продолжаем занимать район, его обустраивать в инженерном отношении. Также своевременно выставляем патрули, засады, оборудуем блокпосты, различные заграждения. Занимаемся также отработкой нормативов, элементов боевой подготовки. Моральный дух солдат крепок. Главнокомандующий вооруженными силами неоднократно подчеркивал, что за пределами страны армия задействована не будет. Если и придется воевать, то только на своей земле. Если к нам придут с оружием. У границы установку президента понимают четко. Готовятся к защите. И уже готовы. Мы здесь для того, чтобы территория Беларуси была целая и невредимая. Для того, чтобы защитить и сохранить наших граждан нашей республики. Все наши мероприятия носят исключительно оборонительный характер. Ведь войну проще предотвратить, нежели потом разгребать ее последствия. На сегодняшний момент военнослужащие сил специальных операций, механизированных подразделений, выполнять задачу по усилению государственной границы Республики Беларусь. Каждый военнослужащий имеет понятие, знает порядок действий при той или иной ситуации. Проходит подготовку и дополнительно изучает все методы и способы ведения боевых действий. Все эти вопросы отрабатываются на предметах боевой подготовки. Это инженерная подготовка, огневая подготовка, тактика специальная, тактическая подготовка. Также занятия проходят по связи с личным составом. Военные заняли позиции таким образом, чтобы держать под контролем каждый метр уверенной территории. В непосредственной близости у границы действуют бойцы сил специальных операций. С высоты птичьего полета за обстановкой наблюдают беспилотники. Системы радиоэлектронной разведки сканируют эфир. Очень упрощают задачу. Не надо ходить пешком. За пять минут можно километров пять-шесть посмотреть местность. По сигналу мы уезжаем на определенную точку. Начинаем вести в разведку местности. После чего командир дает команду подразделению, что выдвигаемся в этот объект. Мы находимся на точке, где выполняют задачи подразделения с тяжелым вооружением. Калибр от 125 миллиметров и выше. В случае необходимости войска окажут огневую поддержку пограничникам. Вдали от непрошенных глаз в лесной чаще замаскировались танкисты. Машины оборудованы системой антидроновой защиты, новыми прицельными комплексами и дополнительным оборонным функционалом. Прибыли в район, срегулировали границы, выстрелили охранение, сделали инженерные сооружения, то есть окопы для танков, окопы для стрельбы, блиндажи для укрытия. Много времени проводим на полигоне, в неделю. Каждый рот устреляет минимум по три раза. Заезды очень много, катаем, не стреляем, соответственно, тоже много. Расчеты ПВО прикрывают экипажи тяжелых машин и бойцов ССО. Недавно зенитные ракетные подразделения доказали свою эффективность, сбив украинские дроны. Выезжают машины за пределы района, производят обнаружение радиоакционным каналом, включение полностью отрабатываем, учебное отражение, проводим тренировки. Расчеты все подготовлены, обучены. Технику свою знают на 100%, владеют всеми ее опциями, которые она должна выполнять. Расчеты полностью готовы. Войска обеспечены всем необходимым. Вместе с боевыми подразделениями работает медицинский отряд специального назначения. Врачи развернули диагностическое отделение, клиническую лабораторию подготовили мобильные группы для срочных выездов. Можем оказать квалифицированную помощь с элементами специализированной. Мы развертываемся в городской черте. Для этого используем уже существующее строение, сооружение. Главная наша задача – оказание медицинской помощи военнослужащим, задействованным в боевой подготовке вооруженных сил. Как отмечают военные, обстановка на границе сложная, но контролируемая. Пока у южной соседки нет явных намерений большими силами проникнуть на территорию нашего государства. Войска надежно держат строй, чтобы ни у кого не было даже желания прийти в Беларусь с оружием в руках. Минск и Москва объединились и вместе вот-вот пойдут на Польшу. В этом польские политики несколько лет убеждают собственных граждан и мировую общественность. Правда, Беларусь как не нападала, так и не собирается. А вот эти обвинения помогают Варшаве оправдать собственные сумасшедшие расходы на милитаризацию. Это развод. С вами Светлана Смык. Добрый день. Польша и страны Балтии попросили у Евросоюза 2,5 миллиарда евро на то, чтобы создать так называемые оборонительные линии на границах с Россией и Беларусью. Планируется, что их протяженность достигнет около 700 километров. На линиях обороны будут фортификационные сооружения, минные поля, дороги, мосты и даже проходы для диверсионно-разведывательных групп. Еще в сети появилась информация о контрактах на закупку вооружения войскам польским. Там, среди прочего, корейские танки, хаймерсы, противорадиолокационная ракета, а еще более сотни мостаукладчиков. Последние нужны для организации переправ через заграждения и препятствия. Какое отношение все это имеет к обороне? Никто из приписывающих Беларуси воинственные планы таким вопросом не задается. Один из польских рупоров, экскомандующий сухопутными войсками, одиозный генерал Скшипчик, недавно обвинил Минск в введении военной кампании против Польши и призвал создать Белорусский легион, который в перспективе должен пойти освобождать Беларусь. Непонятно от кого, но, видимо, должен успеть точно за три дня, за которые Скшипчик собирался захватить нашу страну еще в 2021 году. Несмотря на абсурдность таких высказываний, цель у них есть – провокация, попытка побудить власти Беларуси хоть к какому-то действию. Отметил это и президент Александр Лукашенко во время обсуждения актуальных вопросов информационной политики. Никаких приказов, чтобы идти за пределы нашей страны, не было и не было. Мы только тогда будем воевать, когда придут к нам. Скрывать белорусам нечего, и поэтому на протяжении многих лет ответ западным провокаторам не изменен. Мы не хотим войны, но и молча наблюдать за происходящим тоже не собираемся. Наша страна готова отстаивать свою независимость и свои интересы. Белорусские вооруженные силы тренируются, развиваются и совершенствуются. И все это мы делаем только во имя мира. В эфире «Арсенал». О новостях армейской недели в информационном обзоре программы. Подарок ко дню знаний. Министр обороны Виктор Хренин принял участие в открытии обновленного главного корпуса военной академии. В ходе капитального ремонта здесь восстановлен фасад, выполнена отделка внутренних помещений, модернизированный актовый зал вуза. Аудитории насыщены современной обучающей аппаратурой. Здесь реализованы передовые технологии, в том числе в IT-сфере. Сегодня здесь можно проводить мероприятия любого масштаба. Не только образовательного, но и научного, конференции различного, в том числе республиканского уровня, принимать гостей из других стран. И я скажу, что нам будет не стыдно, что в республике Беларусь есть такое учреждение образования с такими прекрасными учебными помещениями, с такими прекрасными залами, с такими прекрасными актовыми залами и позволяющими проводить, повторюсь, любое мероприятие. В деревне Доронуха Чауского района накануне Дня танкистов открыли парк военной техники. Вооруженные силы передали для экспозиции образец Т-72, который прошел большой служебный путь в одном из механизированных соединений армии. В этом месте на Могилевщине в годы Великой Отечественной шли кровопролитные бои. Традиция устанавливать памятники, которые представляют собой музейные экспонаты вооружения и техники, она имеет достаточно глубокие корни. Очень приятно, что местные органы власти выходят сами с инициативой по созданию подобных памятников. Министерство обороны оказывает всемирную поддержку этим инициативам. Уже количество музейных экспонатов, воздвигнутых на постаменты по всей республике, превышает три сотни. В Кыргызстане проходят международные учения в рамках организации договора о коллективной безопасности. Контингенты стран-участницу ДКБ выполняют задачи по отражению агрессии в Центрально-Азиатском регионе. На учебных площадках отрабатываются новые тактические приемы с учетом опыта боевых действий. О наиболее интересных этапах тренировки мы расскажем в следующей программе. На полигоне Капустин-Яр в Астраханской области белорусские ракетчики готовятся к выполнению боевых пусков из комплекса «Точка», реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Полонез». Кульминацией контрольного занятия станет нанесение групповых ударов. В Полоцком районе силами специализированных батальонов из Белоруссии и России проходят работы по поиску останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. По предварительным данным, на территории деревень Глинища и Боровуха-1 находится неучтенное захоронение бойцов, павших при защите региона. Помогают военным, учащиеся местного кадетского училища. В смешанной авиабазе проходят плановые полеты. Летчики оттачивают элементы пилотажа, осуществляют перехват низколетящих целей. Ряд авиаторов повышают уровень мастерства, действуя в ночных условиях. В небе вертолеты Ми-24, Ми-35М и Ми-8 МТВ-5. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Танк был и остается ключевой фигурой на поле боя. При этом его облик постоянно трансформируется, улучшаются технические характеристики. Работа по апгрейду поставлена на поток и в белорусской армии. Когда ожидать поставки новых образцов в войска и как проходят будни экипажей? Ответ на эти вопросы знает начальник бронетанкового управления полковник Виталий Кельчевский. Виталий Фридрихович, добрый день! Поздравляем вас с профессиональным праздником! Добрый день! Танки! Вот сегодня в современном вооруженном конфликте какую роль занимает это вооружение? Танк в вооруженном конфликте остался той боевой мощью, которая была все время. Однако его облик значительно изменился. С началом специальной военной операции на Украине действия танковых подразделений и их тактика серьезно изменились. Танки отведены от линий боевого соприкосновения и в основном ведут огневое воздействие на противника с закрытых огневых позиций. Сегодня идет война дронов. Танк становится уязвимым на поле боя. Какие меры предпринимаются для защиты вооружения? В настоящее время тактики и технические характеристики современных танков по огневой мощи, их передвижение на поле боя отвечают требованиям современных военных конфликтов. С развитием дронов, ФИПИ дронов, нами принимаются меры по защите башень, следовых установок. А в настоящее время образцы уже поступили в воинские части. Принято решение о обеспечении 100% техники данными видами защиты. Как происходит модернизация наших танков? Первый батальон для модернизации танков передан на 140-й ремонтный завод. В ближайшее время он будет отмодернизирован. Данный танк на вооружение вооруженных сил уже принят. Как изменилась подготовка специалистов за последнее время? Ежегодно в программы подготовки воинов-танкистов вносятся коррективы. Они, находясь на полевых выходах в ходе проведения упражнений контрольных стрельб штатным снарядом на директрисах, оттачивают свои теоретические навыки на практике. Тем самым, подготавливая и себя, и подчиненный личный состав к выполнению задач по предназначению. Спасибо вам большое за интервью. А я напомню, гость нашей программы полковник Виталий Кельчевский, начальник бронетанкового управления Министерства обороны Республики Беларусь. Строй белорусской армии пополнил уникальный парень. Победитель шоу «Фактор Бай» Данил Савеня зачислен в академический ансамбль песни и танцев вооруженных сил. У молодого человека отсутствует зрение, но он с детства мечтал стать военным. Победитель шоу «Фактор Бай» и это Данил Савеня. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Служить в вооруженных силах я мечтал с самого детства. Мне нужно это. Мне это нужно, и я хочу, и я понимаю, что я должен оказаться в армии. Потому что нет ни одной причины, по которой бы можно было сказать, что ты не можешь служить. Армия необходима. Мы должны молиться на наших военных. Потому что в случае любой агрессии, в любой внештатной ситуации, именно эти люди положат свою жизнь, чтобы наши люди спали спокойно. Желание стать защитником у Даниила пробудилось во время чтения книг о Великой Отечественной. Примером жизненной стойкости для молодого человека стал советский летчик Алексей Моресев. Очень давно мама скачивала мне аудиокниги, повесть о настоящем человеке. Я ее прочел несколько раз. Алексей Петрович Моресев, он, несмотря на свою инвалидность, был результативным летчиком. Дальше он начал интересоваться темой Великой Отечественной войны. И в какой-то момент на белорусской литературе нам прочитали такое произведение Михася Лынькова «Васильки». Трагичность этого произведения просто поразила меня, честно говоря. Преодолев черту подросткового возраста, Даниил решил сделать шаг к своей заветной цели. В июне нынешнего года он написал письмо президенту с просьбой призвать его в армию. Главнокомандующий одобрил эту инициативу. Мама очень давно знала о моих желаниях. Когда она узнала о том, что было такое письмо, и тем более, что его одобрили, ну, она, конечно, была в шоке. Я понимаю, что никакой уникальности в том, что происходит со мной, нет. Потому что каждый человек, который хочет и может послужить своей стране, он просто берет это и делает. Не за деньги, не за какие-то блага, а просто так. Даниил множество раз выходил на сцену. Первый опыт работы с военным зрителем получил на своей малой родине в Слуцке железнодорожной бригаде. Армейцы высоко оценили творчество исполнителя. Выходя к военнослужащим, я четко понимал, с каким посылом я выхожу на сцену. Я просто хочу показать, что я такой же солдат, как и все, что я так же, как и все, я более чем уверен в этом. Люблю свою страну, что мы есть братство. Теперь будни Даниила и ежедневные тренировки. С утра зарядка, прогрев голоса на распевке, после чего активные занятия на сцене в студии в хоровом классе. Одна из разучиваемых песен – слуцкие ткачихи Владимира Гулямина. Музыка – это, на мой взгляд, сильнейшее оружие, которым при большом желании можно остановить любую войну и победить в ней. Потому что ни в одном виде искусства нет таких способов воздействия на человеческий мозг, как в музыке. Достаточно буквально пяти звуков для того, чтобы человек начал грустить, радоваться, смеяться. Музыка может вообще все, что угодно. Даниил – не только исполнитель, но и автор песен. Одна из целей парня – создать армейский хит, который будет звучать во всех гарнизонах и воинских частях. Катюшу знают буквально все. Я не знаю ни одного человека, кто не знал бы хотя бы куплета из этой песни. Да, там, «Землянки» – замечательнейшая песня. Тоже знают все. Но это песни военного времени. А мне бы хотелось, чтобы на День независимости, на День Красной Армии 23 февраля, чтобы мы пели песни, которые написаны сейчас. Это очень, на самом деле, важно, потому что время идет, мы взрослеем, мы меняемся. И, на мой взгляд, должно меняться и наше творчество, обогащаться. Я думаю, что такая песня будет. Интервью с молодым исполнителем мы записали накануне дня принятия им военной присяги. Столь важный для Даниила день съемочная группа «Воен-ТВ» приехала к нему еще раз. Рядом с новоиспеченным солдатом, родители, друзья, армейские товарищи. Он для нас герой с малых лет. С первого выхода на сцену, который был в пять лет. И весь наш путь, вот уже 15 лет, как мы, вместе делаем то, как чувствуем. Мы, как родители, всегда поддерживаем, всегда вместе, всегда преодолеваем трудности, которые на нашем пути. Мы гордимся им, и он это знает. Это замечательный артист. Когда мы начали с ним знакомиться, начали узнавать его, узнавать, что им движет, мы поразились. Это человек, который живет действительно своей идеей, мыслью быть полезен обществу, государству. Он обладает замечательным, уникальным голосом. Работать с ним – одно удовольствие. Сегодня рядовой Савенния – полноправный защитник своей страны. Его оружие – это талант, способный отозваться в душах людей добром и миром, которые так важно сохранить в наше непростое время. Савенния Савенния